Мои хорошие, всем приветик! Вот сегодня у меня для вас самое такое замечательное средство от ноющей боли в суставах. Смотрите, как я это делаю, применяйте. Я рада, что вы со мной. Здравствуйте, мои хорошие! Здравствуйте, мои друзья! С вами ваша Елена. Рада вас приветствовать на моем канале, мои хорошие! Сегодня я хочу предложить вам замечательное народное средство от ноющих боли в суставах. В коленях. Если у вас колени мажат, ноют, то это средство вам подойдет. А этим средством со мной поделилась моя добрая подписчица. Кстати, уже не раз испробовала я его на себе лично, так как бывает колени на погоду мажат, ноют. Или знаете, когда долго находишься на ногах. Кстати, даже если долго находишься в сидячем положении, кто работает за компьютерами, так же у нас ноги начинают болеть, колени начинают ныть. Это средство вам очень даже хорошо подойдет. Кстати, 20 минут и боли как не бывало. Но естественно, что надо делать курсами. Неделю делаем, неделю отдыхаем. И потом еще можно сделать профилактику. После чего вы забудете о ваших болях в ваших коленях. Так что, надеюсь, вам так же понравится этот рецепт, как и мне понравился. Спасибо, мои подписчицы. Надежда, Наденька, тебе большой привет. Ты мне уже не первый раз подкидываешь такие хорошие рецептики народные. Мне очень приятно. Я тебя благодарю. И надеюсь, наши зрители так же будут тебе благодарны. Друзья, всех вас люблю. Ну а сейчас давайте вместе с вами приготовим и будем применять. С вами ваша Елена. Удачи вам и здоровья. Итак, мои хорошие, сейчас мы с вами приготовим вместе чудо-мазь от боли в коленях. Который проходит буквально за пару часов. Для этого я беру профинированное масло в количестве двух столовых ложек. Беру соль пищевую в количестве одной столовой ложки. Беру соду пищевую в количестве одной столовой ложки. А также мне потребуется натуральный мед. Натуральный мед в количестве также одной столовой ложки. Вот так добавляю. И также в эту смесь добавляю одну столовую ложку горчичного порошка. Перемешиваю. Перемешиваю очень хорошо. И наша смесь для лечения суставов. Можжение в коленях готово. Посмотрите, как она получилась густая. Вот именно такая мазь нам с вами и понадобится. Вот такая густая мазь. Вот такая. Итак, мои хорошие. Вот эту смесь, которую я приготовила, я сейчас нанесу на марлечку сложную в 6 слоев. Вот так. Вот. Наношу эту смесь. Сейчас, мои хорошие. Вот так. Вот видите. Нанесла. Вот так распределила. Вот так распределила. И остатки также наношу. Вот. Вот видите. И наношу на свое колено. Вот на свое колено наношу. Вот так. Нанесла. Вот так распределила по колену. Вот, вот, вот. Вот так. Далее я беру целлофановый пакет. И вот так обматываю колено. Вот так. И дальше я беру. Можно взять шарф. Можно взять полотенце. Можно взять что-нибудь еще, чтобы обмотать наше колено. Я сейчас так и сделаю. Вот так беру. И обматываю наше колено. И оставляю в таком состоянии на 2 часа. На 2 часа. Итак, мои хорошие. Я замотала колено. Сейчас я прилягу. И пару часов буду держать мое колено. Немного так в приподнятом состоянии. На подушку, допустим, ногу положу. Вот, покладу. Вот, после 2 часов я сниму повязку. Сниму, значит, эту мазь с колена. Смою теплой водой. И нанесу на колено увлажняющий крем. Вот, в принципе, и все. Даже можно нанести просто, знаете, растительное масло. Вот, в принципе, и все. Делать такую процедуру надо в течение 1 недели. По 2 часа в день. Если вы уже в первый день почувствуете облегчение. Или даже на второй день, у кого как бывает. Не прекращайте. Проводите эту процедуру в течение 1 недели. И тогда вы забудете о боли в суставах. Можете также повторять периодически. Вот, процедура очень хорошая, очень действенная. Мне помогает. И, надеюсь, она вам также поможет. Всех вас люблю. Спасибо вам за внимание. С вами была ваша Елена. Кстати, мои хорошие. Хочу вам напомнить, что лучше всего, конечно, укутывать не полотенцем. Сделай это я в 3-4 слоя. А теплым шарфом. Это будет еще круче. Так что, друзья, имейте это в виду. Всех вас люблю. Пока-пока. Увидимся. Всем вам здоровья. И всех благ. С вами была ваша Елена. Удачи вам.